Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передача «Якутск. Сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Слепцов Николай Айдын и Мария Сунхалырова. В День Республики торжественно открыли первую в Якутии выставку под названием «Якутская керамика. От забвения до возрождения» в Музее истории города Якутска. Это уникальный проект, объединивший мастеров и ученых, всех, кто возрождает традиционное ремесло якутов. На выставке представили древние артефакты из глины, найденные на территории Якутии от Каменного века до Кулу-Натахского периода, а также нашего времени. У нас в гостях кривогорница Наталья Серафимовна, специалист Музея истории города Якутска. Здравствуйте. Здравствуйте. Охлопков Валерий Васильевич, сотрудник Музея арктической археологии имени Светланы Александровны Федосеевой, младший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха-Якутия, аспирант Алтайского государственного университета и Яковлева Кристина Ивановна, руководитель гончарной мастерской «Той-Арт», председатель Союза керамистов Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую вас у нас в студии. И первый вопрос Натальи Серафимовне. Расскажите, пожалуйста, про вашу уникальную выставку. Идея этой выставки зародилась полгода назад, зимой ещё. Идея исходила именно от Союза керамистов. И мы сразу поддержали. Наш музей готов на новые такие вещи, интересные вещи, хотя это прямого отношения темы к истории города Якутска на самом деле нет. Вот. Но мастерская существует в городе Якутске. Вот. Город Якутск – это центр якутского мира. Вот. Так что, да, с радостью поддержали, назначили прямо сразу. Это будет в конце апреля, в День Республики. Мы откроем эта выставка, она будет стоять весь май, и когда будет тепло, мы будем проводить мастер-классы у нас во дворе музея. На фоне этой выставки будут работать лектории, и есть учёные такие серьёзные, есть и молодые учёные, и серьёзные учёные, которые занимаются этой темой. Тема совершенно интересная. Вот. С марта начали работать, думать, ну, знакомиться. Очень приятно, что темой керамики сейчас у нас занимается молодёжь. Вообще я была в восторге. Девочки молодые, молодые люди, совершенно фанатеющие. Вот я заметила, у них есть любовь к своей работе. Они такие дружные. И, ну, не знаю, восторжен я не скажу, но они любят свою работу. Вот это очень приятно было с ними работать, поэтому. — Хотелось бы по названию тут, да, узнать. Якутская керамика — от забвения до возрождения. Почему такое название? — На самом деле гончарное дело, гончарное ремесло к началу XX века, к первой четверти XX века практически исчезло. Это традиционное древнее якутское ремесло. Оно вообще, даже, скажем, не якутское, а на территории Якутии гончарство было с каменного века. — И да, это действительно. В основном я вчера видела экспонаты, которые доказывают этот факт. Вот. А к началу XX века исследователи установили, что в Сибири остались только два народа, которые занимались гончарным ремеслом. Это шорцы, горналтай и якуты. Остальные народы всё позабыли. Ну и в советское время, когда началась активная торговля, в быт вошла стеклянная, фарфоровая, потом пластмассовая посуда. Всё, гончарное искусство, так высоко ценимое, всегда исчезло. Ну и потом возродилось, возрождается сейчас. — И вот у меня сейчас Валерию Васильевичу вопрос. Вот гончарное ремесло считается одним из древнейших ремесел на Земле. Оно зародилось ещё в эпоху Неаполита, это 2-3 тысячелетия практически до нашей эры. — Не 2 тысячелетия, извините, что прерываю. То есть мы говорим, что начало гончарного искусства вообще, если начинать изделия из мелкой моторики, какие-то там, может быть, шарики, изделия мелкой моторики, в общем, они датируются даже практически верхним полиолитом. Если, ну, яркая такая находка, это моральвийская, так сказать, вот Венера политическая, она датируется примерно там 20-25 тысячелетиям до нашей эры, то есть тогда уже человек начал эксперименты с глиной, и не вырезая вот этот вот символ матери, богини плодородия, матери там всё такое, и сделал её из глины, вот как я и сказал. Но потом, видимо, человек понял то, что ему нужна посуда для хранения пищи, возможно, там какой-то термической обработки, и появилась, собственно, сама вот глиняная посуда. Да, это сейчас считается одной из там, ну, если не самой древнейшей формы искусства, потому что это синтез, как бы, то есть человек берёт какие-то там компоненты природные и делает из них совершенно, как бы, ну, какую-то другую вещь, которая в природе просто вот сама по себе не существует. Так появились вот эти глиняные сосуды. Традиционно считается вот то, что глина появилась, ну, эта керамика появилась на Земле там в нескольких точках, включая вот самую древнюю посуду, которую нашли, это вот на севере Китая нашли в одной из пещер, такую серию остроконечных сосудов. И также одним из, так сказать, там, очагов распространения вот керамического искусства, гончарства считается вот недалеко от нас, там, Преамурье, Забайкалье, как бы это вот Громатухинская культура, и Осиповская культура, и, как бы, ну, тогда у них уже там датируется примерно там 16-20-м тысячелетиям вот до нашей эры. Если говорить про Якутию, то... Да, да, если говорить про Якутию, то у нас, как бы, керамика приходит чуть-чуть позже, то есть самая, как бы, вот самая древняя керамика, которую мы нашли, это датируется примерно там 5-м, 4-м тысячелетиям до нашей эры. Как бы это... Мы называем эту керамику сетчатая керамика, потому что в нём использовалась, как бы, метод выбивки лопаточкой, то есть так же, как и вот якуты в своё время делали, и как бы вот сейчас делается, как бы, но намотанной на неё, там, такой вот сеткой-плетёнкой. Там брались какие-то, либо жильные какие-то нити, либо там из волокнистых растений делалась такая вот сеточка, и выбивалась лопаточкой вот, и лопаточкой такой вот сосуд. То есть... Это вот те сосуды, которые остались на этой высоте? Да, они сейчас представлены, ну, как часть выставки от музея города Якутска. Вот. Извини, хочу сказать, забыла сказать, что у нас выставка сборная. Вот. Это очень большой, содержательный проект, несмотря на то, что находится на небольшой площади. Это три музея объединились в этой выставке. И ещё современные вот изделия, стой-арт и союза керамистов, мастеров, которые занимаются. Вот три музея. Это какие музеи? Наш музей. У нас небольшая коллекция, у нас музей молодой. Ну, небольшая, но она представляет кулунатахскую, самую интересную в якутской культуре, самую известную, такую популярную тему. Музей арктической археологии, вот, где работает Валерий, он представил очень солидную коллекцию. Причём она в науке известная, ценная. Она началась с 1960-х годов, известные учёные, мочанов, вот Юлия Алексеевича, Слава Александровна Федосеева. Это их находки. Вот керамика каменного века Якутии. Пока же музей у вас не работает на реконструкции. Да, пока что он на реконструкции. Поэтому это можно видеть. Вот музей истории города. Чуть-чуть добавлю, что мы добавили от себя некоторую коллекцию, не только керамическую, но и изделия из искусства каменного века. Там представлены буйсы из створок, речных моллюсков, раковин, из скорлупы яиц. Вот насколько тонко они делали люди каменного века. Датируются примерно полторы-две тысячи лет до нашей эры. Человек уже тогда. Это, кстати, изделие из очень насыщенного погребения, родинское погребение, раскопанное ещё в 70-х годах. И сейчас мы представили эту коллекцию. Потому что по-другому её сейчас пока не увидеть. Совершенно уникальные экспонаты. Совершенно уникальные, да. И даже этот музей давно вообще существует, музей археологии, да. Но вот он довольно закрытым учреждением был. Не всем был доступ. Вот. Так что нужно вот тут приходить, смотреть. Вот всегда прийти. Всем телезрителям и радиослушателям мы хотим сообщить о том, что выставка в музее города Якутска будет работать до 15 июня. И все желающие могут прийти и посмотреть историю нашего народа. И вот когда я за день до начала нашего эфира посетила музей, и Наталья Серафимовна мне рассказала очень интересный факт, что гончарным ремеслом занимались не мужчины, занимались женщины. И это уже практически факт, который доказан про это. Вот расскажите, пожалуйста, мне. Скорее всего, Кристина об этом хорошо расскажет. Не мне, то есть нашим телезрителям и радиослушателям. Да, гончарное ремесло, как говорится в книгах Савина, исконно занимались женщины. Это женщина средних лет. Уже рожавшая. Уже должна быть рожавшая. С учетом всех вот этих требований. Да, да, да. И тот момент незамужняя, можем сказать, даже овдовевшая женщина, которой нет мужа. Она исконно, ну, традиционно занимается именно глиной. Ее очень высоко почитали. И ее не надо было по всяким мелочам там теребить, там требовать чего-то. Она вот занималась своим искусством, скажем так, да. И традиционно также передавала свои знания своей дочери. По женской линии передавалось ремесло. Да, только чисто по женской линии передавалось ремесло. И, скажем, тоже не только из сказаний, но так и из нашей культуры идет то, что именно гончары, не только гончары, но и кузнецы, и швей, ну, стоят выше наших шаманов. Получается, по орангу, скажем так, те, кто творят инструменты для шамана, посуду для шамана, одежду для шамана, вот они стоят, скажем так, на очень высоком ранге, получается. Вот вы такие молодые, да. Вас что вдохновило познать вот это вот древнее ремесло якутов? Начну с того, что как открылась наша студия, той арт. В 2001 году, когда только начиналась пандемия, скажем так, все же сидели дома, соответственно, и нам предложили немножко уже поменять, скажем так, свою работу с другого, скажем так, место мы перевелись, прямо в центре города у нас, получается, мастерская на Орженикидсе. Перевелись, сидели там трое человек, трое девушек, три девицы под окном. И начали изучать сначала вопрос теоретически, как все делается, где можно обучиться. Поняли то, что по нашей республике очень много кто занимается, но в тот момент невозможно было как-то обучиться, скажем так, очно, чтобы получить знания. пандемия же была, получается, да. Спасибо нам, что нас поддержали, мы там купили гончарный круг электрический и начали сами работать. Обучались по социальным сетям, смотрели, что, как делают, и так и открылась наша студия. В данный момент в нашей студии работают 10 человек, скажем так, из них большинство это наши красавицы. Да, и как же без мужчин. Длин, это все-таки тяжелый материал, его надо постоянно переносить, перерабатывать, там, переминать и так далее, да. К этому мы пришли, я вот случайно пришла, на самом-то деле, изначально я хотела заниматься металлом. Вот мне было очень интересно, да. Вот мне как раз до пандемии тоже знакомая предложила пройти курсы по отливанию ножей, получается, вот прям изначально самому сделать себе там нож, там, такое вот предложение было, да, именно. Но вот как раз подвернулась возможность и мы начали. И на данный момент вот я очень рада, мы очень, скажем так, увеличились в количестве людей. Ну, дело пошло. Да, дело пошло. И качество нашей работы намного сейчас повысилось. И немножко даже похвастаюсь то, что в прошлом году мы участвовали в всероссийском конкурсе сувениров по Дальнему Востоку. И наши два сувенира, это, скажем так, маленький камелёк для окуривания и хампор. Хампор — это у нас тоже, скажем так, воссозданный, вдохновлённый нашей посудой. Обгрейт такой задачей причём получился. Такой посудой ранее подогревали еду, она такая круглая, с дырочками. Это вот, которую вчера мы показывали. Показывали. И он, и наш камелёк выиграли вторые места, как это на сувенир. И получили, скажем так, дорогу в финал. Соответственно, там в финале было более 700 участников, но мы хотя бы поняли, как можно там участвовать и что надо делать. Потому что с республики мы участвовали первый раз. Вот у меня вопрос сразу возникает. А почему именно вы вот это вот всё умеете? Это же, я-то просто смотрю, да, как бы крутится колесо. Ну, это же надо уметь. Вы уже были к этому как-то приспособны? Вот по своим наблюдениям я поняла то, что именно на Гончарном круге, скажем так, это русское ремесло, скажем, да, потому что у якутов Гончарного круга не было. Это привнесено в якутскую культуру все сюда, на территории Якутии русскими. А так была ручная лепка. Да, ручная лепка. Вот лично я занимаюсь именно на Гончарном круге. И, соответственно, я поняла то, что на Гончарном круге лучше работать мужчине, потому что там требуется очень много физической силы на руках, скажем так, на пояснице. Надо правильно сидеть, надо правильно держать руку. и тоже удачное стечение обстоятельств. У меня тоже склад ума технический, скажем так. Обычно женский склад ума это у нас рисовать, шить, да. Вот я как человек почти половину жизни занимавшийся спортом, мне вот это вот прям очень понравилось, потому что там нужна концентрация. Концентрация, там немножко так вздохнул, изделие можно просто сломать. Один вздох может. Кто-то что-то громко там пошумел, ты уже, скажем так, меняешь траекторию движения и, соответственно, посуда, она же постоянно крутится. А вы по образованию? Я менеджер. Это в развитии у вас очень помогло. Вообще, вот тяга, видимо, вот у Кристины генетически наследованная. Вот, с этого места. Скажем так, я из рода Матегыз, где я в основном... Верхневилюйский. Верхневилюйский Улу, село Буатулу. Вот с этого и надо было начинать. Да, скажем так. Ваши, тогда получается, из поколения в поколение вам практически на генном уровне передалось... Чем-то другим ценю. Кто металлом, кто... Вот последние годы, кто дедушка у меня был водителем, тоже мастерил из железа там, также отец, также водитель и тоже же любил заниматься металлом. Вот, наверное, поэтому мне изначально хотелось с ним заниматься, да? Ну, вот, в год семьи как раз у вас, да? Да, выставка у нас посвящена годы семьи. И там вот про ваш род Матегыз, я видела тоже у вас, ну, сахалы, халы найма. И все такие талантливые, молодцы. Хотела узнать вас, Валерий, почему вы именно вот это вот направление тоже выбрали? Ну, вообще... По изучению. Так, я сейчас скажу, что этот, со скольных времен я вообще хотел стать именно врачом, там, выбрал для себя соответствующие экзамены, готовился по ним как бы долгое время. Мне всегда очень нравилась биология, мне всегда очень нравились такие естественные науки, и очень нравилась история, как бы, и... ну, я не справился с химией в 8-м классе, я помню, спасибо за честность. Я вот совершенно не справился с химией, потом понял то, что надо выбрать что-то, ну, что-то, что соединяет в себе и биологию, географию, историю, как бы, ну, выбрал я археологию. Это оказалось археологией. Да, это оказалось археологией, как бы, вот на стыке вот всего того, что я люблю, и сейчас я совершенно ни о чем не жалею, как бы, я закончил вот северо-восточный федеральный университет, бакалавриат, закончил магистратуру в Дальневосточном федеральном университете уже по специальности археология, то есть у меня вот... Сейчас в аспирантуре. Это тоже там в третьем другом вузе в Алтайском государственном университете, как бы. И вот с самого первого курса я для себя понял то, что вот, ну, экспедиции, это мое, как бы, раскопки, это тоже мое, изучение каких-то древностей. Это как работать детективом. Очень много людей, очень многие вот прямо маститы и археологи будут сравнивать работу археологов именно вот с детективами, потому что мы пытаемся воссоздать какие-то вот, какой-то быт именно прошлого. То есть наша основная задача вот в том, чтобы мы создаем быт, потому что чаще всего мы находим как раз-таки не предметы искусства, не сокровища, а именно предметы быта. И самый массовый материал, который мы находим, и самый информативный, сказал бы вот докладников Алексей Павлович, то, что это керамик, это вот, ну, совершенно самый информативный материал вообще типа. На этом интересном месте мы пока переключимся на рекламу, потом вернемся к нашей беседе. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели, в эфире передачи Якутск сегодня, и сегодня мы говорим о якутском гончарстве. Мы продолжим нашу беседу. На чем мы остановились? Так, мы... Как вы пришли? Керамик. Да, вот про это я... С научным. Да, про это я рассказал. Как бы... Ну, кто-то свыше... Реально лучше ему было видно, кем вам стать в этой жизни и чем заниматься, да? И сейчас... Очень хороший тандем такой у них получился, да, Наталья Серафимовна? Вот мы уже такие, как будто... Ну, мы постарше вас, ага, и вот смотрите, вот молодежь сидит, Валерий ищет, находит... Они практически вот это вот все в репродукцию делают и показывают нам, как жили наши предки тысячи и тысячи лет назад. И вот эта вот взаимосвязь, которая сейчас у вас есть, она присутствует. Я так поняла. Потому что я вчера посмотрела на выставке, и Наталья Серафимовна мне показала изделие, что вот на этом сделали репродукцию вот этого изделия, да? Вот на этом сделали репродукцию вот этого вот изделия. Даже тот горшок, который с дырочками... Его... Компор. Компор, да? Компор. Компор. Ага. И вот то, что вы практически... Вот это вот... По каким технологиям вы это сейчас применяете? То, что... И как работали наши предки, да? Есть несколько техник. Получается, раньше... Вот ранние работы, которые я видела и как нам рассказали, это были, скажем так, работы пластового типа. Они как раскатывали пласт и друг на друга ложили. Потом как одежду между собой вроде как сшивали, получается. Глину? Да, 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 да. Из листов? Из листов таких, да, отдельных листов. Да. Ну, была как болванка, и на неё, скажем так, ложили, формировали на ней, получается, да? В данный момент мы тоже используем эту технику. Но она сейчас у нас более другая, скажем так, да? Есть ещё... Совершенствованная. Да, но далеко не ушли, скажем так, потому что всё делается вручную. Именно часть ручной лепки, скажем так, да? Есть ещё техника жгута. Получается, скатываем колбаски и ставим друг на друга и формируем уже посуду. Получается, скатываем небольшие узелки, ну, не узелок, а, как сказать... Жгут. Да, жгут, 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 жгут. Колбаска, да. Ну, вот мы так и называем колбаска, да. Скатываем колбаски и уже формируем изделия друг на друга, уже лажа. Прикрепляли их уже. Также мы используем какого-то суперновейшего инструмента у нас нету. Это у нас такие же маленькие деревяшки, также между ними мы их... Традиционно. Да, склеиваем, получается. А где вы это всё учитываете, узнаёте? Все какие технологии, которые были тогда, тысячи-тысячи лет назад? Во время пандемии я обучилась в Намском педагогическом колледже. Ну, ясно. Онлайн, скажем так, онлайн, да. По видеосвязи мы учились, обучились основным техникам, да, вот это вот техника пласта, техника жгута и гончарный круг, скажем так. Есть ещё один, ну, уже современный, скажем так, подход, это отливание. Получается, делается форма из гипса, и туда сливается жидкая глина. Соответственно, немножко постояв, её сливают, и там на стенках остаётся какой-то слой. Соответственно, вот эта форма гипсовая, она может состоять из нескольких частей. Немножко подсохла, она внутри отошла от гипса, открываешь, и там уже готовые изделия, скажем. Вот уже так, ух, крылья, вообще всё. Вот это вот же отбиваете лопаточками, когда липите, отбиваете, оно же вот укрепляется, а когда вот отливная по прочности? В данный момент отливную форму используют большие, скажем так, производители. То есть это прочно? На потоке. Да, кстати, в прошлом году я также прошла обучение в городе Кирове. Небольшой компанией, не скажу, что небольшой, у них как бы рабочее место, 300 квадратных метров, большие печи, и они всё отливают вот это в гипсовую форму. По прочности решает там глина, состав именно глины. Получается, у них был полуфарфор, там составляющих железа, вот от железа зависит, скажем так, глина, прочность глины. Если там много, скажем так, в нашем языке жёлтого металла, там железа, тогда он будет легкоплавкий, он будет расплавляться быстрее, это у нас красная глина. Вот красную глину в основном используют где? В строительстве, в кирпичах, да, получается. А белая глина, она больше ближе к фарфору и к нам. По нашей республике, мы же страдаем от глины на дорогах. Где вы находите материал? Мы обращались в Министерство промышленности по, скажем так, рудникам, где у нас в больших количествах присутствует глина. В советские времена там проходили изучения, предоставили список, но от того, что они слишком далеки, чисто географически, мы используем, скажем так, иссякший рудник мархинского пласта, где у нас на Намцирском тракте. Практически все, кто работает в дошкольных учреждениях, получается, наши колледжи, получают глину именно там, потому что это официально разрешенное было место в свое время, скажем, да, когда был мархинский завод, у нас там был завод, да, фаянсовый, вот они там использовали, но, соответственно, там осталось совсем немного глины, как бы мы используем немного глины, чисто для восстановления, воссоздания наших местных продуктов, скажем так. А на массовое производство? А на массовое производство мы используем привозную глину, потому что она сертифицированная, она именно идет для посуды, потому что в наших изделиях же есть не только для окуривания там какие-то сувениры, а есть же посуды, которые мы используем в быту, для приготовления пищи и так далее, поэтому мы закупаемся чисто сертифицированной продукцией. А есть перспектива у нас в Якутии выйти на масштаб города Кирова? Скажем так. Надеемся, да? Нет, в прошлом году мы подавали документ на получение разрешения добычи глины. Соответственно, эта глина, скажем так, приравнивается, по сути-то, как недропользование. Это тогда, да, Наталья Серафимовна тоже вчера сказала, это нужно практически в сети лицензии. Да, это все через Москву, скажем так, через, да, надо получить подпись, но мы сделали небольшую ошибочку именно в исполнении документа, поэтому документ вернулся с отрицательным ответом. Но мы надеемся, что в этом году мы все правильно сделаем и получим данную возможность. Такие вот по поводу кирпича. Местные кирпичи здесь изготавливали. Это уже история города Якутска о моей любимой теме. В Сайсарах, например, был известный кирпич, кирпичный сарай назывались, да, до революции. И в первые годы советской власти изготавливали кирпич. Прямо ногами топтали, вот очень тяжелый ручной труд. Вот глину здесь добывали, и причем, допустим, национальная библиотека, здание национальной библиотеки, он же из местного кирпича выстроен и привозного. Вот те самые называемые, так называемые каменные дома, допустим, наверное, Троицкий собор тоже старинный, который в начале XVIII века построен, он тоже из кирпича должен быть. Там основание камень, вот, бутовый, якутский, добытый здесь, где-то на берегах Лены. А само здание должно быть из кирпича, который не... Привозить кирпич-то тогда не на чем было, тяжело было, на лошадях не навозишься. Ну, возможно, привозили его там... Мы сталкивались при раскопках города Якутска, мы сталкивались там с кирпичами, с клеймами Иркутского кирпичного завода, так что их могли вполне сплавить, но... А, в летнее время могли, в летнее время на прокасах уже могли массово, да. То есть вот эти вот, так самое, на карбасных вот этих вот лодках. То есть это очень там уникально, очень прям, когда я узнал про вот эти вот, про эту технологию, вот этих карбасных лодок, я прям... Тоже отдельная тема. Транспорт на Лене, отдельная тема истории транспорта. На стыке зодчества, транспорта, речного флота, да, то есть там брались вот эти вот доски, На них делались отверстия. И через эти отверстия связывались в один плод, можно сказать. Он довольно примитивный. Он, наверное, был чуть-чуть масштабнее. Да, он как корабль. То есть на них какие-то товары сгружались. Что привозили? Соль какую-нибудь? Ну всё привозили. У нас не производили. Потом всё это сплавляли. Все вещи забирали. И потом эти доски разбирали. И местом продавали. В старых районах города есть заборы такие с отверстиями. Это как раз и есть те баркасные доски. В залоге можно, например, ещё сейчас увидеть такие остатки. Даже вот этот вот видишь, на Ярославского стоит музей. Там в самом начале улицы. У него забор там из этих самых карбасных досок. Да, он же с дырками. Романовка в народе называется. Он же тоже вот с отверстиями. Это тоже все карбасные доски. Мы вот процессы сироскопа как бы довольно много находим. Там разные применения. У вас очень интересная профессия. А касалось... Вот ещё хотелось бы давать по технологиям. В разное время очень разные народы в качестве именно там... Ну, для того, чтобы улучшить их свойства. То есть, не пытаясь найти там глину более хорошего качества. Они могли брать глину более плохого качества. Могли их отмучивать. Да. И могли добавлять некоторые добавки. Мы их называем пластификаторы, отощители, искусственные добавки. То есть, могли там дробить специально какую-то гальку для того, чтобы увеличить его крепость. Могли добавить старую разбитую посуду. Шамот. Шамот. Да, шамот как бы. Он улучшает как бы... Просто вот в этом технологии очень такой, например, самый, например, страшный вот сон керамиста каменного века. Это вот как бы... Да, усадка. И как бы вот твоя посуда во время обжига не растрескалась. Как бы они искали очень много разных способов. Я знаю, что там в Западной Сибири, в европейской части очень часто использовалось помёд птиц использовалось. То есть там экскременты животных. Я знаю то, что вот в Скандидавии, например, там вообще асбест использовался для того, чтобы там улучшить свойства. У нас этот кунский навоз использовался. Да, вот у нас тоже такие вот пластификаторы использовались. Это всё для того, чтобы всё это лучше обожигалось. Потому что там... Ну, я не знаю насчёт кулантанской керамики, но, например, возможно, она как бы и на костре, возможно там на печи. Но у нас вот что я скажу, то что вот в бронзовом веке, в раннем железном веке, примерно там тысячи там пятьсот лет до нашей эры там уже применялась технология, которая позволяла очень-очень тонкостенную посуду. Видели, да? Да, видели. Совершенно там 0,2-0,3 сантиметра. Как современные чашки. Да, практически фарфоровые. Да, практически фарфоровые. Их невозможно как бы обжечь на костре открытом. И их, скорее всего, обжигали в печи. Да? Вот это вот так. Да, да, да. Специальные печи были? Да, да, да. Древности. Ну, у нас даже в Якутии, то есть везде-то они были, просто у нас в Якутии даже не были. Скорее всего, они в земле рыли, скажем так, как печь, яму и закрывали его, скорее всего, так, потому что вот тонкостенная не любит резких перепадов температуры, как в открытом огне, допустим, да? Наверное, закрывали и забывали там. На какое-то время. Да, да, да. Ну, помимо того, что они ещё тонкие, вот как я вчера видела, на них ещё вот эти вот узоры уже нарисовали, это вообще нереально. И ещё вот эти вот дырочки, которые, да, и вот просто узоры. Я как человек, занимающийся именно глиной, скажу, что, скорее всего, и даже соглашусь с Розалией Иннокентиевной, Бравиной нашей, тоже слышала, ну, слушали лекции и так далее, да, она, как она и говорит, как и я тоже думаю, то, что это не для красоты, а для техники. Это магичный, да. Чтобы она не... Да. Чтобы она думала для красоты. То есть функциональность? Да, да, да. Ещё есть магические жители, и функциональность есть. И функциональные, магические, всё, всё. Сейчас есть такой метод, когда большое изделие делаешь, если там идёт с краю, скажем так, треск идёт, трещина идёт, её останавливают именно дырочкой, чтобы она дальше не пошла. Делаешь дырочку, трещина сна, лево сна. Ну, а вот это вот составит, она же всё равно уже начала, как бы вот... Нет, потом её, да. Просто заделать, всё, да. А мы-то думали, что это или для красоты, ну, какое-то всё равно, магическое значение оно имеет. Магическое, да. У нас приехается, она рогает. Причём по верхней части посуды же идёт основная аргументация. Я думаю, вот верхняя часть, это открытая часть же. И, видимо, вот как-то вот оберегают открытую часть посуды. Я не отрицаю, да. Я как бы не отрицаю, потому что вот эти вот сквозные отверстия там практически на всех сосудах вот с самой нашей ранней ксиларской культуры, он присутствует вот эти вот поиски сквозных отверстий. Я тоже согласен. Очень многие считают, что это как бы часть не только как бы красоты, не то же как часть художественного анамента, но и часть самой как бы процесса создания, ну, самой технологии создания сосуда. А ещё они же такие формы, некоторые кусочки, чаранкурт, в виде чарана. Железный век, вот начиная с Железного века. Хотя там ещё якутов не было на территории Якутии. Ну, безусловно, вот этот вот пласт людей, которые там жил, вот эти вот носители комплекса культуры, правильного Железного века, как мы про них говорим, потому что у них пока не можем культурных атрибутировать никак. Мы говорим, что их пласт, безусловно, он как бы оказал какое-то влияние. на прото-якутов, которые сюда пришли. То есть мы являемся не просто выходцами из где-то там Средней Азии, где-то там Сенесея, как много всяких. Скажем, южно. какие-то вот наши предки пришли сюда, там они ассимилировали местные культуры автохтонные, и только тогда вот сформировалась вот якутиская культура. Просто тут вопрос именно вот процентажи. Сколько у нас там от наших предков тюрков, сколько от предков автохтонцев. Ну вот если вот на этой теме, то мы можем наичьи на часа на три. Глина как раз может, наверное, и показать, вот это вот доказать, помочь. Да, есть много таких. Вот. По поводу ещё глины, вот Кристина тоже мне рассказывала, оказывается, очень много магических ритуалов в якутской культуре было связано. Детская чаша, да? Есть такой, детская посуда была у якутов. Также прочитали в книге Савина, получается. Если рождался ребёнок, родители заказывали у керамиста чашу. Коршечника. Да, у коршечника чашу. И потому как делали чашу, они приходили и узнавали, какая судьба будет у малыша. Смотра. Как она делается, как она успешна, красивая ли форма у него выходит. Ну, по форме, по тому, как выходят хорошо узоры и вообще не ломается ли она, скажем так, как определяли судьбу ребёнка. Получается, туда ещё ложили, скажем так, конский навоз и давали прокипеться. И потому как там шли вот такие капли, вот эти стекали молоко стекали по стенке. Да, 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 да. И по нему определяли, насколько богатый, ну, скажем так, успешный будет человек в будущем, новорождённый малыш. Для нас тогда это всё, знаете, такое магическое, это имеет тоже... магия, да, вот якутской мифологии вот горшечник был выше по статусу. Есть легенда о Гаврила Васильевича Кснафонтова, что были три брата родных, горшечник, кузнец, шаман. Вот на этом моменте я хотела бы вас поблагодарить и сказать огромное спасибо за эту интересную беседу. Спасибо моему коллеге Эдуарду Рудых, что благодаря ему я с вами познакомилась и узнала столько всего нового. И надеюсь, что это наша не последняя встреча, мы ещё обязательно когда-нибудь увидимся. Но я желаю той арт, развития и успехов во всём и выйти прям на масштабный уровень города Кирова, на примере города Кирова. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, радиослушатели, до новых встреч.